Мы рассмотрели три наиболее популярных подхода, используемых в языках программирования. Во-первых, это компиляция в машинный код, как это сделано в C++. Во-вторых, это компиляция в байт-код и использование в виртуальной машины, как это сделано в Java или C Sharp. И в-третьих, это интерпретируемые языки, где компиляция отсутствует. Давайте рассмотрим, какие есть плюсы у компилируемости в машинный код, как это сделано в C++. Во-первых, при использовании такого подхода достигается максимальная эффективность. Мы компилируем программу для конкретного процессора, и у нас отсутствуют накладные расходы, которые существуют при использовании виртуальной машины или интерпретатора. Во-вторых, нет необходимости устанавливать сторонние приложения. Нет необходимости устанавливать интерпретатор или виртуальную машину. Программа сама по себе оказывается независима. У данного подхода, конечно, существуют и минусы. Давайте тоже их перечислим. Во-первых, это необходимость компилировать программу для каждой конкретной платформы. Если вы хотите, чтобы ваше приложение работало на нескольких платформах, вам придется компилировать под каждую платформу отдельно. Во-вторых, это сложность внесения изменений в программу. Если вы внесли изменения в программу, вам надо ее перекомпилировать. Если ваша программа на нескольких платформах, вам надо перекомпилировать для каждой конкретной платформы. В случае с виртуальной машиной точно так же есть необходимость перекомпилировать в случае внесения изменений, но перекомпилировать только для одной платформы, то есть для этой виртуальной машины. В случае с интерпретируемыми языками перекомпиляция в принципе не требуется, так как она в явном виде отсутствует. Важно также понимать, что компиляция — это односторонний процесс. То есть если вы взяли код на C++ и скомпилировали его в машинный код, то, используя машинный код, восстановить обратно код на C++ не получится. Можно получить некоторый код на C++, который делает то же самое, но понять всю логику приложения, которая была в исходном коде, уже не получится.